МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «В порядке» в студии Виктория Алёшина, руководитель пресс-службы Дальневосточного таможенного управления. Два пишем 17 в уме. Почему декларировать товар дешевле, чем прятать? Планы сорвались. Что грозит за попытку контрабанды золота? Не на память, на экспертизу. Как вывозить культурные ценности и можно ли? Более 2 миллионов рублей пытался сэкономить импортер при ввозе обуви из Китая. Нарушения выявили уссурийские таможенники. Автомобиль с обувью прибыл в пункт пропуска МАП Краскина. Согласно представленным документам, вес товарной партии составлял чуть более 2 тонн. При таможенном контроле с применением инспекционно-досмотрового комплекса таможенники установили, что товаров в автомобиле находится значительно больше, чем указано в документах. После проведения досмотра выяснилось, что вес товара на 17 тонн превышает заявленный. Таким образом установлено, что 18 тысяч пар мужской и женской обуви стоимостью свыше 6,5 миллиона рублей не были задекларированы, а значит и пошлины за них в бюджет не поступали. За сообщение недостоверных сведений. Уссурийская таможня в отношении перевозчика возбудила дело об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф до 100 тысяч рублей с конфискацией неуказанных товаров. Четыре года условно с испытательным сроком. Такое наказание назначил суд россиянину, который планировал вывести за границу золотые слитки. Сотрудники Читинской таможни и управления ФСБ России по Забайкальскому краю пресекли преступление. Правоохранители установили, что в октябре прошлого года россиянин договорился приобрести у своего приятеля два золотых слитка, изготовленных кустарным способом, для того, чтобы в дальнейшем вывезти их в Китай и продать. Злоумышленника задержали сотрудники таможни и ФСБ во время встречи с продавцом на трассе. Золото обнаружено в автомобиле на полу перед передним пассажирским сидением. Согласно проведенной экспертизе, слитки содержат около 400 граммов чистого золота. Их стоимость составляет свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Незаконный оборот, скупка, вывоз за границу драгоценных металлов, изготовленных кустарным способом, в России запрещены. После проведенного расследования дело было передано в суд, который вынес приговор. И снова Забайкальский край. Гражданин Китая пытался вывезти к себе на родину пленочные фотоаппараты, видеокамеры, почтовые марки времен Советского Союза. Но таможенники ему помешали. Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска МАП Забайкальск. В ручной кладе пассажира инспектор таможни обнаружил 5 раритетных пленочных фотоаппаратов. Киев, Зорки, Зенит, сделанных в СССР и ГДР. А также 3 видеокамеры этого же периода и 6 альбомов с почтовыми марками. Иностранец не внес их в таможенную декларацию и на вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному декларированию, ответил отрицательно. Так как данные товары могут являться культурной или исторической ценностью, при их вывозе необходимо представить заключение Министерства культуры Российской Федерации. Это либо справка о том, что предмет не является культурной или исторической ценностью, либо разрешение на вывоз товаров. Обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Проводится расследование.